В этом видео посмотрим, как можно работать с приложением Canva в мобильной версии. В отличие от доступной версии, там где мы просто заходим на сайт и пользуемся, здесь нам нужно будет скачать это приложение. Вот так выглядит иконка этого приложения. У меня она уже скачена. Открываем. И вот так выглядит первый экран. Здесь очень похоже, как на компьютере, нам предлагаются разные дизайны для разных соцсетей и не только. Пролистывая вниз, мы тоже видим, что здесь рубрикация идет, публикация в Instagram, истории в Instagram, Facebook и так далее. В самом нижнем меню мы видим шаблоны. Это вот именно эта страница, на которой мы находимся. Дизайны – это то, что мы недавно создавали, Canva все сохраняет. Учетная запись – это ваш кабинет. Первый раз, когда вы зайдете в приложение, нужно будет ввести логин и пароль. Если вы введете такой же, как и на компьютере, то все ваши работы будут синхронизированы. То есть все дизайны, которые вы делали на компьютере, они будут доступны и в телефонной версии. Ну давайте посмотрим дальше. Давайте выберем какой-нибудь шаблон. Например, истории Instagram. Мы можем пролистывать эти шаблоны здесь. Здесь есть стрелочка «Все» и либо мы можем нажать вверху на слово «Все» и нам откроются все шаблоны из этой категории. Их очень-очень много. Как вы знаете, есть бесплатные, есть платные. Но если нам понравился какой-то платный шаблон, мы можем в него зайти и посмотреть, что именно в нем платного. Нажимаем кнопочку «Редактировать». «Редактировать». Видим, что здесь платная картинка на заднем фоне. Но если мы эту картинку поменяем на какую-нибудь свою, то этот шаблон для нас будет бесплатным. Возьмем еще какой-нибудь шаблон. Например, вот такой шаблон. «Редактировать». Здесь платная картинка. Если мы два раза кликнем по картинке, мы можем ее регулировать внутри этой рамочки, подвигать так, как нам нужно. Также мы можем вместо этой картинки поставить либо свое изображение с телефона, либо изображение, которое нам предлагает канва. Например, вот такое. Можно даже поставить видео. Будет такой тогда шаблон с видео. Можно поставить цвет. Цвет можно выбрать либо здесь, либо ниже. Либо, если мы нажмем на плюсик, появится большая палитра. Здесь, регулируя ползунки, можно выбирать любой цвет. Чтобы вернуться назад, вверху есть стрелочка «Назад». Сейчас мы вернемся к нашей картинке. И можно еще накладывать на картинку фильтры. И эти же фильтры можно накладывать на видео, если вы здесь подставите видео, что очень удобно. Еще картинку можно растягивать, увеличивать, уменьшать, двигать так, как нам нужно. Нажав два раза на картинку, можем регулировать, выбрать тот ракурс, который нам больше нравится. Есть функция «Копировать». Вот у нас еще скопировалась одна картинка наверху. Если нам нужно удалить объект, нажимаем просто на корзиночку. Давайте посмотрим, что можно делать с другими элементами. Выберем, например, этот прямоугольник. Можно менять его размеры, если мы двигаем за уголки. Менять его местоположение. Менять его также цвет. Удалять. Еще, конечно же, тут есть функция «Текст». Вот мы выделили текст и видим, что есть тут два текста, они сгруппированы. Мы двигаем, они двигаются вместе. Если мы хотим разгруппировать этот текст, нажимаем на три точечки, выбираем значок «Квадратик с кружочком» и наши тексты разгруппированы. Верхний и нижний. Например, один из них мы можем удалить. Что мы можем делать с текстом? Во-первых, поменять саму надпись. Если нам, например, нужно, чтобы надпись была в две строки, мы просто на клавиатуре нажимаем кнопочку «Ввод». И у нас тогда надпись в две строки. Чтобы согласиться, нажимаем галочку. Эту плашечку мы тоже можем двигать. Можем менять начертание самого шрифта. Выбираем начертание. Те шрифты, которые с коронкой, они платные. И тут не все шрифты подходят для кириллицы. Нужно просто методом тыка. Смотрим, подбираем. Например, такой шрифт. Далее этот шрифт можем делать жирным, либо наклонным, либо все буквы заглавные. В интервалах здесь меняются интервалы между буквами и интервал между строками. Также расположение текста. Но это функции такие же, как в Word. И, естественно, цвет текста. После того, как мы сделали свой дизайн, мы можем его сохранить. Вверху есть две стрелочки «Сохранить». Первая стрелка просто сохранит нам его на наш телефон и сохранит его в «Канве». Можем потом вернуться к этому дизайну. Предлагает нам его еще куда-то отправить себе на диск и еще куда-нибудь в мессенджеры. И вторая кнопочка здесь предлагает нам его не только сохранить, но еще и отправить куда-нибудь в соцсети. Еще «Канва» предоставляет такую замечательную возможность, как делать анимированные шаблоны. Вот смотрите, у нас есть категория «Анимация для социальных сетей». Вот здесь все шаблоны. Мы можем их выбрать отсюда, либо если у вас нет такой строки, заходим во «Все категории». И здесь выбираем «Анимация для социальных сетей». И нам открывается много-много шаблончиков. Под «Анимация» понимается один или несколько объектов, которые двигаются. Такая картинка это уже будет не фото, а будет сохраняться как видео. Здесь также, как и в других шаблонах, есть платные, есть бесплатные. Давайте возьмем, например, какой-нибудь бесплатный. Дедактировать и посмотрим, что здесь двигается в этом шаблоне. Мы видим, здесь просто точечки переливаются другими цветами, и это уже анимация. Как мы можем добавить анимацию? Давайте плюсиком выберем. У нас новое меню появляется. Пойдем в «Наклейки», они же «Стикеры». И видим, здесь много-много анимированных стикеров. Вот методом добавления таких элементов мы получаем анимированную картинку. Еще регулировка прозрачности. То есть мы можем сами, у нас может быть статичный шаблон, но мы сами можем добавить какой-нибудь движущийся элемент, и картинка уже становится анимированной. Ну и также, если мы добавим вместо фото, добавим видео, которое нам предлагает канва, это тоже будет анимированная картинка. Как вы знаете, в Инстаграме видео набирают больше просмотров, чем статичные картинки, поэтому стоит пользоваться этим способом. Ставьте лайки, подписывайтесь. Буду снимать еще другие видео о разных приложениях. Буду рада видеть вас на своем канале.